А перед просмотром данного видоса, хотел бы порекомендовать вам отличный канал, который называется Bay Overview. На нем парень раскрывает бейблейды, проводит мега-битвы и устраивает крутые конкурсы. Как раз сейчас проходит конкурс на два крутейших бейблейда, это Ахиллес и это Край Сатан. На этом канале вы найдете много чего интересного. Поэтому бегом по ссылке в описании подписывайтесь, ставьте лайкосик и участвуйте в классном конкурсе, если почему-то вы еще не участвуете. Неугомонный Блейдер рекомендует. Привет, друзья, подписчики мои. Вы все просили, вы все ждали, чтобы я нашел аппарат с бейблейдами, шарами и прочей всякой истории. Я его нашел. Очень долго я этим делом занимался. Вот такой аппарат. Сейчас я вам покажу. Вот здесь нарисовано это дело как-то вот так. Еле-еле заметил, просто шел мимо. Наверное, какой-то ролик можно посмотреть. Так, ага, вот что пишут. Игрушки, волчок, бейблейд, так, а где у нас купить. Сейчас я вам покажу, как они выглядят здесь. Ну, а друзья, мне подсказывает, что это, я надеюсь, что я по звуку слышно, потому что я без микрофона пишу. Смотрите, здесь это же обычные яйца. Вот у меня такие были на обзоре. Ну, мы сейчас один, наверное, купим для контента, для хайпа. Но много покупать я не буду, потому что, ну, а смысл какой? Так, сейчас мы нажмем куда-нибудь. Купить. Надо деньги. Я не вижу. Деньги клан ссалутся, да, что ли? Смотри, он не хочет есть мою сотку. Давай, ешь мою сотку. Давай. Все отлично. Где игрушка? Несено 200 рублей. А, ну вот. Что нажимать? Не получается у меня. А, наличка. Я разобрался. Купить. Ну. Ага, добро. Что-то там снизу выбрается ли игрушка. Что-то упало. Так, это у нас кто? Ну, я думаю, дома посмотрим уже на распаковке, друзья. Собственно, вот, ребятки, мы и в студии. Мне так нравится, как это происходит. Вы открываете ролик, я в торговом центре. Бах, я уже в студии снимаю для вас годный контентища. И вот такую штуку я принес домой. Это бейблейд из рандомного аппарата в яйце. То есть это как бы три в одном. И шар, и яйцо, и бейблейд, и сюрприз, и какая-то китайская непонятная штуковина. Но меня смущают сомнения, терзают смутные такие сомнения, что это то же самое, что вот это. То есть это мы раскрывали целая коробка. Я вам показывал. А это вот аппаратная игрушка. У меня вот он, смотрите. Да, друзья, я думаю, это аналогично то же самое. Давайте пос... Не откр... Что? Что? Сейчас за кадром. Ребят, не могу, представляете, как это сложно оказалось-то. Я что-то думал, будет попроще. Что? Ааа! Ех! Я прям впился в нее пальцами, чтобы для вас открыть. Убираем шар. Какая-то здесь есть бумажка, что пишут. А, игрушка, волчок, страна производства, Китай. Вот да, друзья, абсолютно то же самое. Вот так даже непонятно, кто откуда. Я опущу камеру пониже немножко. Вот, чтобы вам было удобно смотреть. Давайте откроем. Я не охота, мне сегодня растягивают очень долго ролик. Ну, потому что были бы здесь другие валочки, было бы интересно. А так мы, с одной стороны, с вами это уже видели, да? То есть те же бумажки стандартные. Да, абсолютно. Да, абсолютно. Я даже пронюхал. Да, ребят, ну, то же самое, смотрите. Вот, 190 рублей в автомате я за это отдал. Он там еще сдачу мне не хотел отдавать, хитрый автомат. Вот, не знаю, честно. Подумайте, посмотрите, нужно ли вам такое. Запускалки здесь просто мелкие, отвратные. Вот, Сан-Сити. Вот реально можно купить волчок в Сан-Сити за те же деньги. Может, чуть дороже, может, чуть дешевле. И будет вам крутая вещь. Здесь же, ну, вот такой вот German Gantt, который черный. И вот диск, единственное, у него прикольный. От диска от Killer Dead Sizer. Насколько я помню. Вот, давайте что, сразимся. Я думаю, у меня тут есть пара волчков. Сейчас потестим, посмотрим. Просто, ребят, я купил, я говорю серьезно. Вот вы меня просили купить, найти аппарат. Я нашел для вас аппарат. Заняло у меня это месяц 4, наверное, я искал. Реально, в Москве такого дела нету. Вот, как только я нашел, сразу вам показал. То есть все, как вы просили, как вы любите. Годный контент. Да, работает. Вы знаете, если играть, допустим, так прикалывать с этим волчком, нормально можно. О, смотрите, даже взорвал German Gantt, который был желтенький. Если просто поприкалываться, купить для прикола, ну, знаете, очень захотелось расширить коллекцию, родители, в принципе, есть возможность купить, он не так дорого стоит, то да, нормально. Но, естественно, опять же, сражаться с этим волчками только стоит с такими же волчками. Потому что даже второе поколение просто выносит. Хотелось бы, чтобы в этих вот яйцах было что-то поинтереснее. Ну, не то, чтобы поинтереснее, но хотя бы посерьезнее. Хотя бы второй сезон. Я не говорю там про Super Z, что Z, тем более, понятное дело. Но, о, победил еще и ультра-эка. Но хотя бы что-то посерьезнее, чем первый сезон. То есть было бы очень, конечно, круто. А ну-ка, с этой опускалки вообще работают что-нибудь, нет? Так, сейчас попробуем. О-о-о, нет, друзья. Нет, друзья, это не стоит того абсолютно. Ну, вы понимаете, да, что происходит? Запускалка не работает. А вот, я, конечно, сейчас еще запущу того Белэйда, который был в этом яйце. Потом, чтобы мне не писали, что вот, запустила Нуби, она его не была, бла-бла-бла. Посмотрим, как работает. О-о-о, смотрите, ну, слушайте, Джор Мугэнт очень оказался неплохо, уничтожил. И всех сегодня уничтожил. И желтого, и красного, и черного не смог взорвать. Вот, теперь давайте его потестим вот с этим. Так, ну-ка, вставляем. О, что-то уже отвалилось от пускалки. Слушайте, ну она даже не... А, не, вставляется. Слушайте, ну, поразительно, но он летает с нее. Другой, например. Я не знаю, в чем прикол. Видимо, какая-то разная... Да нет, фирма-то, я думаю, одна. Да, смотрите, а как так получается, что... О, как же так получается, что этот с нее запустился, а остальные не пускаются. Смотрите, да? Ну ладно, бог с ним, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. С вами был лучший ведущий Негомонный Блэйдер. Всем удачи, играйте больше в Бэйблейд Бёрст. Чау-чау.